привет это должно было быть возвращением доктора позитив но когда я зашел в этот самый когда я зашел в эти самые темы оказалось что вот этих самых прекрасных очков и бабочки как их называют скринах нет фильтрах не нашлось что вообще как доктор позитив и без бабочки без очков будет вообще хоть настоящий находить но учитывая что это ночная все-таки трансляция то я делал свой сновидящий сонный колпачок и побуду как обычно вашим оле луко и проходников мир сновидений но тему уже названа задумано так сейчас мы сопроводим соответствующим образом просто добавим туда расслабление фантазии учитывая да действительно что основная часть моих слушателей на восточном полушарии в восточном полушарии добавим туда немножко расслабление немножко фантазирование попробуем сегодня новый трек вот этот чтобы вот этот вот шум моря и чаек вызвал такую легкость фантазийность расслабление мечтательность и уж продолжу я вот эту самую тему это жизнь балансе двух состояний продолжу тему поливагальные теории у доктора забыл как прям колпаке и забыл как этот персонаж трое в лодке не считаю собаки ну и бог знает ты говорил о том что наша нервная система как бы мы там не думали философствовали она больше подчиняется законам природы и в данном контексте удобно в контексте практичного мира хакинга ну что значит простые конкретные методы основанные на понимании физиологии улучшить качество своей жизни изменить функционирование своих нейронных сетей осознанно влиять на то как мы себя чувствуем на свою продуктивность и на многие другие сферы то я уже много говорил о том что вот удобно пользоваться системой пониманием вот этой поливагальные системы то есть нерв вагус проходящий от лица во внутренние органы захватывающий все системы я имею органические системы связанные с реагированием на стресс все что связано со стресс-реакцией биобиде изомрит а также с отпусканием все завязано вот на этом самом на этих органах с кель с которым он связан да и активируя блуждающий нерв мы учимся запускать парасимпатические то есть состояние расслабление спокойствие и мы говорили о том что есть как это два режима существования режим решать и режим быть решим режим решать это решили режим выживать нужно что-то делать нужно что-то предпринять нужно что-то понять то есть в экстремальной ситуации он предельно активирует нужно делать прямо сейчас иначе все иначе катастрофа в обычное социальное это нужно думать нужно решать нужно предпринимать и у него как это у него особенный особенная функциональная система он по работает совершенно не так как работает режим быть чувствовать расслабляться в первом режиме симпатическом активация возбуждение что-то не так он может быть деловитый уверенный на вид но все же это режим тревожные по своей сути нужно что-то делать ничего не делать вредно опасно стыдно и так далее будь то действовать будь то решать будь то понимаете даже если еще ничего не поделаешь если человек живет в этом режиме он не может расслабиться он даже если понимает что его вот попытки все понять решить сейчас не очень актуальны при этом он не может перейти из этого режима когда он понимаешь что надо отпустить контроль пришло время оставить проблемы на завтра он не может это не соответствует его чувствам а как бы там человек не говорила себе рационально мы доверяем только тому что мы чувствуем совсем не не рациональная наша природа так вот вот этих самых режимах и мы обнаруживаем что как человеку не увещевай расслабься завтра все решишь то что волнуешься сейчас это никак не изменит ситуацию просто волнуешься на ночь когда вы увещеваете вы обращаетесь к интеллекту и послание таково с тобой что-то не так ты должен сделать что-то чего мне непонятно потому что наша парасимпатическая система это цельный как это цельная система она вовлекает физиологию гормональные всплески и все эти состояния связаны с тем что нужно что-то решать действовать если им говорят расслабься начинают пытаться расслабиться пытаться расслабиться прилагать к этому усилие решать эту проблему решать задачу особенно если оппонент уже раздраженно говорит ну слушай ну расслабься уже успокойся говорит таких хранат это не соответствует нужно передать нужно говорить на языке соответствующим на языке парасимпатики я говорю тише и мягче что очевидно если ты орешь человека дорослабься ты он будет только активироваться и отработает это помимо мозга и срабатывает система когда расти он внутренне решала бей беги замри громко говорят реакция опасности реакция нападения и новизна того что привнесено вот этой самой поливагальной теорией когда мы знаем как мы можем активировать вот эту парасимпатику мы уже говорили да не торопливым дыханием особенно шум на вздохами особенно сон грядущий я вам уже предлагал раньше дышать как дышит спящий человек ну не обязательно храпеть а так посапывает переходя в мечтательное состояние но я же как обычно подбрасываю что-то новое оригинальное и сегодня не исключение кроме того что говорил предлагал как идею медленное дыхание шумное дыхание активирует вот эту систему минуты две три пять и ваше тело автоматом начинает переходить из режима надо действовать режим все уже можно отдыхать чувствовать пребывать даже праздность перестает быть чем-то отрицаемым она естественно для этого состояния сомнивость и лень может стать приятная это вселенская но говорить о том как можно наслаждаться праздностью и ленью можно только с человеком когда он соответствующим состоянием ну что у нас действительно он подходит той системе которой мы работаем 6 человек системе симпатике ему говорить про праздность наверное будет вызывать только отрицание действительно разум работает соответствует состоянии мысли подчиняемся не только темп но их содержание я надеюсь вы понимаете и поэтому вместо 1000 слов мы замедляем темп говорим с нашим клиентом в резонансе с его дыханием настраиваясь на вот этот вот режим сонастроен что удивительное открытие поливогальной теории вот это понимание физиологии связано состоянием контакта общения социальными способностями парасимпатика активация облуждающего нерва физиологии но это же язык коммуникации именно это состояние нужно для вот этого самого здорового диалога для того чтобы быть в контакте с человеком в искреннем полном нужно наше присутствие нужно быть не в режиме нужно делать а в режиме в котором мы слышим и чувствуем в режиме не выживать обеседовать пребывать слышать чувствовать и реагировать на человека и когда открылось что вот этого вагуса блуждающего нерва как это слоистая структура и работает он не по принципу включилась одна система часть вот этого самофункционирования или выключилась а по принципу иерархии первое включается самое позднее имеется ввиду эволюционно самая поздняя структура грубо говоря метафора да если мы говорим теории три единого ума там говорилось о том что основа нашего мозга да это вот эта древняя система которая по сути своей такая же как у рептилий рептивная примитивная способность к выживанию вокруг нее более поздняя лимбическая очень эмоциональная но самая большая самая поздняя кора головного мозга и по идее здоровый человек сначала все взвешивая через кору головного мозга понимает и лишь потом позволяет эмоциям взять вверх но стресс запускает обратное направление стресс отключает мозг потому что он работает медленно нет времени рассуждать нужно действовать просто иногда мы ошибаемся даже чаще часто можно сказать вот это вот иерархическая система первой по идее должна включаться более поздняя структура более развитая но она более уязвима и она более специфична но требует больше времени так вот из всей многомерности вот этого блуждающего нерва самое позднее вот этот самый поздний слой связан с лицевыми мышцами со средним ухом проходя вот здесь вот и идет как это к глазному яблоку и когда мы дышали шумно вздыхали мы активируем более древнюю систему которая имеет очень сильный эффект но она требует большего времени и она затянута на эмоциональную предсказуемость сильный эффект мы же учимся общаться работать на тончаках не выскакивая из взрослого здорового состояния и то что приходится освоить нам профессионалам психотерапии а в нынешние времена практически всем людям которые работают с людьми это умение понимать чувствовать людей самостраиваться и управлять тем что происходит между нами атмосферой это становится ключевой базовой компетенцией для всех наверное профессионалов и тех кто работают с людьми не дать спонтанно всему идти на самотек в американской культуре в западной культуре есть термин professional который предполагает не только экспертизу но и соответствующая способность качества общения умение быть профессионалом в широком смысле этого слова да это ключевая компетенция и она завязана с самой поздней структурой и посему сегодня я делаю акцент на первый взгляд очевидном но дьявол кроется в мелочах очень прикладном и игнорируемом компоненте работы с вот этими состояниями когда я хочу успокоить клиента и его не очень уместно выдергивать из знакомого состояния понятного состояния сказать так а ну-ка сел положил руки дыши спокойно экологично не действуя как-то противоречиво пока клиент этого не готов к этому не в кабинете допустим в полевых условиях или он еще не знает что это это странно во-первых странно что говорят вместо выслушивания говорят а ну-ка сел и дыши во-вторых странно когда человек начинает чувствовать что с ним что-то не то происходит когда он дышит как сказали может пугаться поэтому мы говорим как это на самой экологичной менее драматичной реакции самой поздней ветви начинаю говорить мягче если клиент начинает нагнетать напряжение своей напряженной речью поднимаются плечи он в симпатике я не кричу на него а ну-ка успокоился я делаю паузу я говорю тише чтобы мне пришлось прислушиваться я держу контакт взглядом что мне пришлось присмотреться и это активирует вот эту самую систему парасимпатики я могу включить музыку шум вулк сейчас и обратить внимание на них эта система связана с обращением внимания дьявол в мелочах человек захваченный симпатикой это более сильное влияние вы ему поставите музыку он не услышит нужно уметь обратить внимание на музыку на эффект включить свою настройку вовремя подняв интонации опустите замедлится и если вы учитесь резонировать говорить в резонанс с дыханием вы вылавливаете внимание вы направляете взгляд направляется на вас мышцы лица расслабляются неспроста у волнительных тревожных людей за много лет формируется маска лицо не живое в силу то ли органических то ли характерных причин верхняя часть вот этого блуждающего нерва просто она не активирована конечно нельзя сказать что она трофируется но она не работает они отвыкли жить в расслаблении на танчаках слушается смаковать переходить в это состояние они забыли что можно быть расслабленным в активном состоянии то есть они расслабляются когда спят вот и все когда вырубаются да есть люди которые годами не помнят не сталкиваются с парасимпатическим наплывом наплывом я резонирую опираясь на вот это зеркальные нейроны на темп клиента что он увидит во мне ему понравится его система будет пытаться сонастроиться управляя внимание и оказывается вот это верхняя ветвь вот этого бабуса блуждающего нерва связано с сонастройкой с людьми с вниманием с мышцами которые и живые и расслаблены одновременно лицо оживает внимание направлено темп замедляется мы обращаем внимание на ритм музыки на успокоительные эффекты и уставшая напряженная система клиента улавливает эту волну ей нравится в ней рано или поздно уловив она ловит ее и не хочет выходить посему люди которые жили долго в симпатике если им даешь упражнения на саморегуляцию пробы на гипноз они от первых же упражнений как только бах сработало они вырубаются просто вести их бесполезно дать им вырубиться отдыхнуть потом разбудить и так вот фракционировать или как оно там называется фракционировать туда-сюда еще не в Сталине давно испытывали этого вот и вы можете расслабиться сейчас под шумом под вот эту байку а можете при этом в расслаблении кумекать как это можно сделать практическим знанием ну не просто знают а ну да логично у всех расслабленное лицо парасимпатика расслабленно логично конечно когда тише говоришь человек успокаивается музыка успокаивается да логично почему же многие люди знают об этом но это не срабатывает во-первых мало кто пользуется мы не учимся управлять своим голосом интонацией в большинстве своем даже психологи второе мы не улавливаем мелочей мы путаем отрешенное лицо с расслабленным это не пара симпатий а он может быть живеньким мимикрирующим на любое как-то взаимодействие и мы учимся делать паузы заедлять тон глядя на собеседника управлять диалогом управляя интонациями и вот на днях я обнаружил что тревожные клиенты они не умеют управлять интонациями у них есть представление о том что их речь торопливо суетливо они не довольны этим и они пытаются говорить уверенно и научаются говорить уверенно но вдруг обнаруживается что они вообще не управляют интонациями тембром понимаете всеми аспектами звуковой волны они не видят клиента не смотрят на него когда говорят с ним они что-то пробанят в своем мире и научимся говорить глядя друг на друга управляя интонациями паузами и человек через диалог входит в это состояние в котором он чувствует себя уютно в контакте очень непривычное состояние целебное по отношению к симптомам когда ты чувствуешь все уютно в общении тебе не нужно еще показывать скрывать просто такой как есть вот это самая парасимпатика когда ты реагируешь на то как меняется выражение лица собеседника когда ты зная эту теорию управляешь своим ты чувствуешь что оно отмерло я как в скорлупе расслабляем всю эту часть лицо челюсть горло оживляем голос проверяем насколько подключена ли наша мимита к нашим желаниям или она как отключена от центра это осязаемое нечто и мы обнаруживаем что люди не умеют играть интонациями и иногда я это замечаю на гипнотической индукции алмана очень удобно по сути я даю инструкцию а человек сам себя погружает в транс и основная часть этого погружения в расслабление от решения это я говорю человеку чтобы он считал от 100 вниз с каждой цифрой расслабляюсь все глубже и глубже успокаиваюсь некоторые чувствительные люди уже могут реагировать на то как я играю интонациями сейчас у них там сонливость расслабление приятные или раздражающие ассоциации некоторые не любят когда грузят не спросить у них тем не менее вы можете на это даже реагировать и в этом есть что-то резонирующее но не об этом сегодня речь а включая это о социальном общении как это коммуникативном аспекте для того чтобы не быть голословным имеет смысл поиграть с этим даже сейчас не смысл поиграть с этим ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху да и вот вы можете задышать шумно и сделать себе кусочек вот этой самой практики и проверить вот эту свою способность играть с верхней ветви поливагального ну это сама вагуса блуждающего нерва и способность расслабляться с его помощью поучиться этому и расслабиться подключив еще и воображение сами и тогда вы можете каждый в своем темпе начать считать при этом слушая меня внимательно но более важно все-таки считать и следовать и вы начинаете считать 100 расслабляетесь два раза меньше а в соответствии ваш голос становится в два раза тише два раза мягче 99 два раза тише два раза мягче или мягче я не знаю начали вы уже или еще настраиваетесь пытаясь услышать инструкцию до конца в любом случае все работает вы как бы на каждой цифре погружаетесь даже если вы потом чуть-чуть подниметесь на следующей еще глубже мне сейчас важно чтобы это было не идеально но при этом вы позволяли себе погружаться глубже и голосом интонациями горлом вот тонус горла смягчается лицо закрепляли это глубину расслабленную и давали себе обратную связь расслабляетесь ли вы и не верничаете каждый в своем тренке спокойно и вы начинаете считать расслабляясь голос становится два раза тише два раза глубже и это помогает вам расслабиться еще глубже можете уже начать если вы не начали до сих пор расслабляются мышцы все тело с каждой цифрой от макушки до кончиков пальцев ног и рук тонус миш спадают они становятся мягче теплее и тяжелее а следом расслабляется разум с каждой цифрой можно позволить себе забыться где-то где-то между вдохом и выдохом как будто каждая волна смывает связь между мыслями и надо их связывать логично одни мысли другие между ними возникает пространство без мысли паузы вы успеваете насладиться вот этим пространством как будто бы каждое дыхание это волна и между волнами пустота без мысли и я заставляю провоцирую ваш разум работать по-особенному слушать меня если вы слушаете расслабляться рисую образы паузами интонациями и вы же узнаете насколько у вас получается играть со своим состоянием насколько скоординирован ваш голос ваша способность расслабляться отпускать контроль сморчаться голос дает обратную связь но даже если вам кажется что ваш голос с расслаблением меняется всего лишь чуть-чуть это уже хорошо каждый раз чуть-чуть больше возможно ваши плечи и руки расслабиться быстрее чем ваше горло или вы пробуете расслабляться и не замечаете что челюсти горла голос вы не расслабляете и переносите туда внимание с каждой цифрой два раза тише два раза мягче это логично с каждой цифрой два раза тише два раза мягче пока цифры не начнут исчезать таять и они будут гаснуть в расслабленной челюсти глотке не доходить до языка теряться уже там где они возникают где-то там может рассыпаться и еще какое-то время они могут звучать внутри а могут уже исчезнуть и в какой-то момент вот это ощущение потерялось приятное умиротворение отрешенность тишина покой захватывая все тише все мягче насколько получается и вы учитесь гипнотизировать себя с мягчением с замедлением и воображением одновременно паузу паузу и для тех кто все еще считает расслабляется не только ритм замедления моего голоса их голоса их счета но еще и образы как волны смывают мысли и два аспекта расслабления мышцы мягкие внутри укладывается гармония покой суета ритм тоже умиротворяет и второй аспект спокойствие ума безразличие тишина что вам нравится что даже тело не особо чувствуется вселенская лень когда не хочется не двигаться не шевелиться тело становится как чужое хоть в каких-то местах на какие-то моменты неподъемные пальцы руки и хотелось бы пошевелить а уже такая лень что нет сил и вас влечет это ощущение абсолютной ноль усилий что вы и хотите пошевелиться а не в силах такая истома наполнила вас затопила и это хорошее здоровое состояние постановительное и таким образом вы играете с верхней веткой этого ламбища блуждающего нерва и это дает вам идеи как это знание может стать полезным понимание того как человек находится в синтетической системе или парасинтетической системе и сейчас можно подключить воображение увидеть как это выглядит когда человек расслабляется когда его лицо не просто расслаблено но еще и живое а не отрешенное мимика становится живой когда взгляд контакт становится естественным направленным на вас когда мышцы расслаблены все тело дышащее подвижное но при этом не торопливое и как забавно выглядят люди в состоянии суслика собачки которым кажется что что-то опасное на фоне тех кто живет в безопасном мире как оно и должно и как вы можете осознавая эту часть теории поливогальные теории симпатики парасимпатики можете пользоваться этим знанием для себя зная о связи с лицу с горловыми глазами с интонацией с атмосферой как важно управлять вниманием особенно с помощью интонаций рисовать картинки и как играть с чужим вниманием для этого приходится резонировать играть интонацией и вы учитесь общаться играя интонациями высотой силой голоса наполняя каждое предложение соответствующими интонациями соответствующими высотой силой размеренностью ритма как оказалось тревожные клиенты говорят в двух форматах у них 2-3 формата речи они не играют ими и мы учимся управлять голосом играть, рисовать картинки управлять вниманием собеседника аудитории играя с этими компонентами тем самым развивая эту самую нейропластичность и способность идентифицировать свои состояния симпатики парасимпатики и учиться переходам а учитывая социальный компонент играть еще с вниманием собеседника или аудитории ну что же сегодняшняя тема в достаточной мере раскрыта буду рад вашим лайкам особенно перепостам если созрело время для того чтобы задаться вопросом а может все-таки психотерапия может улучшить качество моей жизни обращайтесь задавайте вопросы проишни что может вам помочь качественная терапия коучинг или один из интенсивов которые я буду проводить в Киеве и в Одессе с серьезной такой проработкой работа с характером способностями травмами и конечно же с расстройствами так что не откладывайте долгий ящик обращайтесь с вами был Андрей флешик я отвечу на ваши вопросы если вы четко сформулируете ну что же приятного вам если нужно пересмотрите эту запись смотрите ее снова то в ней есть детали вот этот принцип я вам в молочах и эти детали подскажут вам как этим пользоваться продуктивно в своей жизни так что